Россия все больше напоминает такой старый трамвай с засекреченным маршрутом, где цель назначения держится в жуткой таянии. Окна изнутри закрашены, и публика с некоторым уже беспокойством через вот такие маленькие процарапы пытается разглядеть пейзажи вокруг. Я вот все думаю, может, пора им сказать, куда их везут-то, потому что они, кажется, не понимают. Может быть, туда не всем надо. Я подозреваю, что, скорее всего, не всем. Но правда не все уже... Ну что, они тогда закон попрыгают? Что им делать? Понимаешь, не все уже могут выпрыгнуть, Оля, да? Потому что вот сейчас, например, распяли это чиновничье сословие, и вот такими здоровенными, причем в сидячих позах распяли, здоровенными конституционными гвоздями всех приколотили к лавкам этого трамвая. Ну, обычно финальная точка таких закрытых поездочек, она печальна. Мы видим, что Владимир Владимирович что-то очень увлеченно мастерит. из страны очень увлеченно, но абсолютно непонятно что. Более того, это вообще никому не понятно. Вопросы задавать ему не принято такого рода. И все храбрецы, которые могли задавать такие вопросы, они давно ушли в леса интернета. Правда, сейчас и леса тоже вырубают, выжигают. Вообще граждан должно тревожить, что он там такое делает, что он мастерит, потому что единственное, что у России всегда получается здорово и на 5 с плюсом, это, конечно, массовые репрессии. Причем, вот что бы ни делали, карты ли печатают географические, селекционируют ли одуванчики, вот с чего бы ни начали, обязательно приходят к массовым репрессиям. И особенно страшно, когда начинаются намеки о величии, о светлом будущем. Вот тут точно надо ждать гавканья сторожевых собак, маузеров и других лагерных радостей. То есть это единственный такой главный финальный нацпродукт, который получается из всего. И как показывает опыт, в общем, жестоко и изощренно истязать население, можно ведь не обязательно пытками и расстрелами. Годятся хрущевки, коммуналки, жигули, улыбка симонян, можно пытать светской швейной продукцией, можно пропаганды кинематографам, советской обувью. Ты же помнишь эти пытки, да? И причем народец-то, народец-то со временем привыкает и встает за пытками в очередь. И более того, они... Ну слушайте, а что, босиком ходить? Более того, они еще химическим карандашом себе пишут на руках номера, чтобы получить пытки вовремя и в полном объеме. Хотя рядом, в общем, в сотне или в двух сотнях километрах находится другой мир, чудесный и комфортабельный, где он тоже шатается. Он не прост, но где не пытают. Но вот когда в полуразрушенной, лишенной медицины стране, где в регионах нет больницы коек, на пропаганду тратится 100 миллиардов рублей, 100 миллиардов, это в этом году выделено, это на 40% больше, чем в прошлом. Конечно, эти 100 миллиардов, в принципе, решают вопрос страстный, такой вот вполне страстный любви к отечеству. И надо сказать, что вот тот главный продукт, который производит Россия, о котором мы сегодня говорим, он, в общем, вот тяга, внешняя тяга и внешний спрос на репрессии падает. И даже вот спасаемый Кремлем профессиональный палач Асад, он корчит всякие капризные мордочки, он почему-то уверен, что лучше свое собственное население периодически протравливать боевыми отравляющими газами, чем ежедневно соловьевым и скрепами. А у нас и то, и другое есть, Александр Галибович. Да, да, совершенно верно. Но, тем не менее, наши технологии репрессий продаются все хуже. Но это означает для нас только одно, что внутреннему рынку, внутреннему потребителю всего достанется больше. И мне вот все-таки хочется узнать, близится большая пресс-конференция Путина, вот пусть все-таки Владимир Владимирович тоже наберется решимости и расскажет, что все-таки он мастерит, что он строит. Это интересно, потому что есть неясность. Вот конечная цель сегодняшнего безумия, она какова? Вот масса машет трехцветными флажками и скандирует, дядя Вова, мы с тобой, дядя Вова, мы с тобой. Путин смотрит на массу и пускает гипнотическую кашпировскую слезу. Это работает, он умеет. Масса еще круче заводится, дядя Вова, мы с тобой. Но заметьте, предусмотрительно, даже в этой массе никто не спрашивает с тобой это, простите, куда. Потому что они подозревают, что ответ искренний на этот вопрос будет страшен. И во имя чего Россия переживает сейчас очередную эпоху полного безумия, при том, что рекорд безумия, конечно, уже побит. Тоже непонятно. Мне вот все, как-то я все надеюсь, что Путин соберется с духом и лично поведает, шепнет, куда, но надежда на это, в общем, слабее. Но некоторые на этот вопрос пытаются сами для себя ответить. Вот это произошло, например, в Вятке. В Вятке есть университет, и для иностранцев, в которых какой-то особо изощренный черт, черт-извращенец, занес туда на учебу, там изготовили несколько обучающих компьютерных сюжетных игр. И вот сюжет... Насколько я понимаю, они только заказали разработку образовательных онлайн-игр для обучения русскому языку. За два с лишним миллиона рублей. Да, но там уже превьюшки им были предъявлены, откуда мы об этом знаем. И сюжет игры для иностранцев, донской казак, нагайкой спасает русский мир от проказа западного влияния. Следующей серией, я уверен, должна стать история о пятикантропе, которая дубиной защищается от подлой эволюции, ломает ей хребет, и эта эволюция дохнет у его волосатых ног, у его волосатых ног с 20-сантиметровыми грязными ногтями. Все счастливы? Да, это, в общем, как бы понятно, что трамвай идет в последний путь. Водитель... В депо это называется. Загадочно улыбается. Это не депо, Оля. По секрету скажу, что это не депо. И есть еще очень мрачный кондуктор Миша, который все время повышает цены на уже купленные билеты. И требует... И штрафует. От этих бедолаг купить третий, четвертый, пятый, десятый билет. Главное оплатить, за все платить. Вот если бы сегодняшний премьер рулил бы массовыми репрессиями в 37-м году, то с жертв тогдашних репрессий, высчитывали бы за копку рвов, за каждый метр проволоки, за каждую пулю в их затылок ходил бы перед расстрельным строем. Строгий чекист объяснял, ребята, в общем, за все надо платить. То есть, мы видим, как правительство потрясающе научилось поддерживать бизнес. Вот примерно так вампиры поддерживают больных малокровием, потому что больной малокровием необычайно удачная добыча, легкая. А вот вампиры окружат, повалят, и давай поддерживать. Это действительно контингент ослабевший, удобный, он далеко не уползет, а некоторое количество кровушки в нем еще есть. Очень легкая добыча. Правда, вот у этого бедного бизнеса шея покрыта уже укусами всяких мелких вампирчиков, там пожарных и санитарных, но опытные здоровенные клыки налоговой найдут местечко, куда впиться и отсосать свое.